Музыка Здравствуйте, мальчики и девочки! Мы продолжаем рассказ о детстве нашего любимого пророка Мухаммада Салилоли Вассали, который потерял отца еще до своего рождения и для матери своей стал лучиком солнца, а по обычаю, принятому в их народе, был отдан на кормление в семью Халимы в Аравийскую пустыню, доброй женщины, которая стала ему молочной матерью и полюбила его всем сердцем. Итак, настала пора прощаться маленькому Мухаммаду Салилоли Вассалим с любимой мамочкой Аминой. Мухаммад Салилоли Вассалим прощался с Меккой. Молочная мать с мужем отправились в обратный путь. Каким мог быть этот путь? Длинная дорога, дряхлый осел, верблюдица без молока. С такими грустными мыслями они и начали свой путь. Во многих местах приходилось делать остановки. Младенцы должны были питаться молоком, чтобы не заболеть в пути. Но чтобы у Халимы было молоко, она должна была избегать всех тягот и нормально есть. Но откуда же им было взять еду и молоко? Ой, если бы эта старая верблюдица смогла дать хоть миску молока! Как обрадовалась бы Халима! И муж Халимы Харис, зная, что его постигнет неудача, решил попробовать подоить верблюдицу. И вот, о чудо, верблюдица дала молоко. Он вернулся к Халиме с миской полной молока. «Халима, ребенок, которого мы взяли, должно быть очень необычный ребенок», – сказал муж Халимы. «Мне кажется, что он будет очень добрым». Халима с надеждой посмотрела на Мухаммада Салилоли Вассалим. «Об этом я и мечтала». Они досыто напили сверблюжьего молока и, удобно расположив обоих младенцев, с радостными надеждами продолжили свой путь. И тут произошло еще одно чудо. Осла, которого они с собой брали в дорогу, который только усугублял страдания и тяготы пути, словно подменили. Теперь он двигался проворно, будто старался быстрее услужить своему наезднику. Сколь многое изменилось за столь короткое время. У Халимы прибавилось молоко. Старая верблюдица, доселе не дававшая молока, стала его давать. Дряхлый осел внезапно помолодел и стал проворным. Отчего же так случилось? Несомненно, все это происходило от того, что рядом с ними был будущий пророк. Будущий пророк Мухаммад, саллилоли, ва саллим. Однако тогда никто об этом даже не догадывался. Халима и Харис без мучений и тягот добрались до дома. Мухаммаду, саллилоли, ва саллим, предстояло провести свои ранние годы в прохладе оазисов Аравийской пустыни. А сейчас, мои хорошие, мы с вами вместе посмотрим мультфильм и встретимся вновь. Ну а теперь, мои хорошие, настала пора прощаться. Вы, пожалуйста, подготовьтесь ко сну. Умойтесь, почистите зубки, аккуратно сложите свою одежду, чтобы маме не пришлось это делать за вас. И ложитесь спать сразу же после ночной молитвы, как это делал наш пророк. Спокойной вам ночи и сладких вам снов! Субтитры подогнал «Симон»!